Друзья, привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я хотел бы поделиться своим мнением по поводу PlayStation 5 и хайпа вокруг нее. В этом видео пойдет речь обо всем, что только известно на данный момент про консоль следующего поколения от Sony. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Также в комментариях предлагаю вам написать, как вы относитесь к PlayStation 5. Если она вам нравится, то напишите PlayStation 5 топ, если нет, то PlayStation 5 не очень. Посмотрим, на какой стороне будет большинство. И давайте начнем. Начнем с того, что недавно Sony нам приоткрыла карты на PlayStation 5. Показала будущие проекты, эксклюзивы, показала, как будут выглядеть проекты, показав нам геймплей, ну а также показала дизайн самой консоли. С этого всего, конечно, сложно сделать какой-то итог, но так или иначе, это можно обсудить и поделиться своим мнением, что в принципе я и сделаю. Предлагаю поделиться своим мнением и вам, пишите его в комментарии. Начну, пожалуй, с общей концепции и позиционирования консоли. Если кто-то не понял, то Sony свою новую консоль выдвигает как полноценную консоль нового поколения без оглядки назад. Это значит, что с выходом этой консоли сразу же после релиза она получает новые игры, которых не будет на PlayStation 4. Да, это будут не все игры, но так или иначе, консоль будет уже иметь то, чего нет на прошлой версии. Многие в связи с этой новостью, а именно обладатели PlayStation 4 и те, кто вообще не имеет к этому отношения, почему-то немного возмутились и задались вопросом. Почему, к примеру, тот же Человек-паук, который якобы является дополнением, хотя это далеко не так и мы о нем тоже немножко поговорим, не выйдет на PlayStation 4? С точки зрения того, что игра будет якобы мало чем отличаться, так как это не совсем новая игра, сделанная с нуля. И можно было выпустить эту игру и туда, и туда, как это сделает Microsoft с той же Halo Infinite. Но Sony очень заинтересована в том, чтобы продать и консоль, и игры вместе с ней. И на мой взгляд, это довольно правильно, поскольку покупая что-то новое, ты должен и получать что-то новое, чего нет на прошлых версиях. Просто если этого не будет, то какого-то мега смысла перехода на новое поколение, по сути, не будет. Напоминаю вам, что консоли это далеко не ПК, где за счет железа вы сможете запустить как очень старую игру, так и очень новую. Консоли всегда делились по поколениям и предлагали что-то, чего не было на прошлом поколении. Помните PlayStation 4 и Xbox One? Было по сути то же самое. И некоторых игр, которые были на новом поколении, не было на старом. Сейчас же, в данном случае, люди смотрят еще и на поведение Microsoft, и на их благородство в сторону тех, кто имеет консоли Xbox One. И в принципе негодуют от того, что Sony жестко обозначила рамки и преимущества следующего поколения. На мой взгляд, я считаю, что Sony поступила правильно по отношению к тем, кто хочет новую консоль. Если ты хочешь поиграть в что-то новое, покупай следующую консоль, и у тебя будет эта возможность. Так скажем, с точки зрения того, что ты покупаешь что-то новое и дорогое, данный ход, как по мне, более чем оправдан. К примеру, я ярый любитель игр про Человека-паука, и это моя больная тема с детства. И мне, конечно же, хочется поиграть в нового Человека-паука. И с такой позиции, как у Sony, лично для меня уже есть жесткий повод каким-нибудь образом достать эту PlayStation 5 и пройти эту игру. Кстати, о Человеке-пауке. После презентации была маленькая неразбериха с этой игрой, поскольку многие подумали, что это лишь дополнение к этой игре. Но это не так. По факту, со слов самой студии, это отдельная игра, а не расширение или переиздание. И это точно не дополнение, так скажем, некий спин-офф. И, по сути, эта игра будет использовать возможности PlayStation 5, чтобы показать красоту Next Gen'a. Так или иначе, в любом случае, факт того, что эта игра будет только на новой консоли, остается фактом. И если вы хотите в нее поиграть, вы сможете сделать это только на PlayStation 5. По сути, аргумент в пользу покупки PlayStation 5 остается точно такой же, как и был в покупке PlayStation 4, а именно в эксклюзивах. Плюс PlayStation 5 будет обратно совместимой с играми Плойки 4. Да, вроде как не все игры будут в этой программе, но по новостям уже более 4000 игр прошли успешно тесты. И на мой взгляд, это очень хорошая новость, как и для обладателей PlayStation 4, поскольку за счет этого их библиотека перенесется на следующее поколение. Ну а также для тех, кто пропустил экзоплойки 4 и собирается брать Плойку 5. Лично я бы, наверное, купил серию Анча и Человек-паука и когда-нибудь бы их перепрошел. Но если же сравнить эту тему с Xbox, у него, конечно же, будет покруче. Поскольку помимо огромного количества игр с Xbox One, будут еще и игры с Xbox 360, Xbox Original. И с помощью новых возможностей, эти старые игры будут выглядеть еще круче на новом поколении. Что касаемо нового геймпада. Если честно, мне очень хочется ощутить его нововведение в плане новых тактильных фишек. Которые по информации дадут более крутые эмоции, чем простая вибрация. Плюс интересны адаптивные курки. Мне кажется, что Sony поняла, что игрокам удовольствие приносит не только визуальная и какая-то эксклюзивная часть консоли. Но еще и ощущения от геймпада. Не знаем, насколько она сделала это хорошо или плохо. Но это интересно, так как те же вибромоторчики у геймпада Xbox One, которые на курках, приносят очень крутые ощущения. И ты понимаешь, что ты выстрелил, что ты попал, что тебя капец как заносит. И думаешь, что Sony сделает что-то наподобие. Кстати, говоря о геймпадах, очень ору с того, что многие люди видят невероятную схожесть в геймпадах Xbox Series X и PlayStation 5. Ребят, вас зрение случайно не подводит, не? Поскольку это совершенно два разных геймпада и тот же новый DualSense, это просто переработка старого DualShock'а. Но, конечно, очень забавляет тот факт, что люди в комментариях с пены у рта доказывают, что кто-то у кого-то спер идею. Знаете, если бы это было действительно так, то, скорее всего, был бы нереальный срач и спор со стороны самих компаний. Но его нет, поскольку по факту геймпады все-таки разные. Это, знаете, данная ситуация мне очень напоминает идею песни с Экс-Оксимироном от группы Хлеб. Когда чел ни капли не похожий на Оксимирона и считает, что они с ним одно лицо. Короче, просто абсурд. Единственный вопрос и сомнения по поводу геймпада у меня лежат в сторону стиков, так как они почти такие же, как у PlayStation 4. Не говорю, что они какие-то там убогие, но стики у того же Xbox One намного удобнее. Про нашумевший дизайн Плохи 5. Да, дизайн вышел необычный и весьма космический. Но я поражаюсь того факта, что многие люди вокруг меганегативно его приняли, что это какой-то кал, дизайн вообще говно и тому подобное. К сожалению, а может быть даже и к счастью, люди, которые высказывают свое мнение под контекстом какого-то факта, чаще всего не приводят какого-то аргумента. То есть с их уст чаще всего слышится фу, говно. А почему ты так сказал, дофиг тебя знает. Многие все же пытаются аргументировать свое мнение, но приводят такие аргументы, от которых я, честно говоря, больше всего угораю. Все затирают про то, что там очень плохое охлаждение, что это пылесборник, что он там будет греться. То есть по сути, если так посмотреть, в мире будто стало невероятное количество инженеров, мега-аналитиков, которые разбираются абсолютно во всем. Хотя по факту многие даже провод питания не могут иногда включить в розетку. Честно, с точки зрения внешнего вида консоли можно судить лишь о габаритах, о самом дизайне, но никак не о работе железа. Да, вопрос перегрева и шума остается открытым, но никто еще не подтвердил ту или иную проблему, поскольку в данный момент этой консоли, ну, ни у кого нет. И кричать вокруг и спорить о том, насколько говно там охлаждение, или же насколько она шумная, это, на мой взгляд, ну просто бред. На самом деле, за этой ситуацией очень интересно и в то же время смешно следить, поскольку все себя считают невероятными экспертами и все все знают, хотя это далеко не так. И знаете, в данной ситуации Sony немного попала под грабли, на которые наступил Xbox One в свое время. Его тоже очень сильно хейтили за дизайн, за то, что он там огромный, но по факту консолька получилась даже очень неплохой. Лично у меня именно к дизайну вопросов нет. И как-то делать на нем акцент я не хочу, так как во время игры я консоль не вижу, и как-то смотреть на нее каждый день, как на картину, я не собираюсь. Мне главное, чтобы она просто работала и на ней у меня шли те игры, в которые я хочу поиграть. И в принципе все. Волнуют меня в данном вопросе только лишь ее габариты, поскольку перевести ее из дома в дом будет, по моему мнению, не так удобно, как ту же PlayStation 4. А что касаемо шума или охлаждения, нужно уже смотреть по факту, когда консоль появится в продаже. Поскольку инженеры, которые выдумывали дизайн плойки, не дураки, и понимают, что консоль не должна гудеть и плавиться с течением времени. И вообще, даже если будут какие-то проблемы, данные консоли просто заменят по гарантии, и вы ничего не потеряете. Если вдруг кто-то думает, что такое отношение к экзам с не таким хорошим дизайном плойку мало кто купит, ох, я вас умоляю. У Sony, помимо новых игр и консолей, есть очень преданные фанаты. Их настолько много, что даже если у них реально будет что-то не очень, это восхвалит до небес. Плюс, Sony прекрасно знает, что такое реклама, и за счет нее она может без проблем доказать обычному пользователю, что это лучшая игровая платформа. В России, мне кажется, что плойка будет также доминировать над Xbox, если Xbox в России будет рекламиться так же, как и Xbox One. Что касаемо NextGen, который по отзывам вообще не отличается от нынешнего поколения, да. Признаться, технологии и в данное время выглядят очень хорошо, но NextGen все же будет лучше. Напомню вам про тот же Ratchet & Clank, просто невероятно круто выглядит. Да, в большинстве случаев, а именно в мультиплатформе, невероятного скачка все-таки нет, это нужно признать. Но опять же, очень яру с умников в комментариях, которые по сути не увидели вообще никаких отличий от нынешнего поколения. Ну типа, ну яркости добавили, ну отражения, ну да, много частиц, ну и что. Но зато в свое время, когда многие из них купили прошки и X-версии, просто брызгали слюной лишь на четкость картинки, не получая каких-то дополнительных эффектов. Типа, вау, HDR, это совершенно другая игра, 4К разрешение, это просто невероятное разрешение, которое делает картинку реальной. Хотя по факту, игра оставалась той же игрой без каких-либо дополнительных эффектов. Была лишь чуть другая цветовая гамма и, наверное, более четкая картинка. Все. На самом деле, не советую обращать внимания на тех, кто голосит без каких-либо аргументов и доказательств. Поскольку в большинстве случаев люди лишь дезинформируют тех, кто в консолях вообще никак не понимает. А таких на самом деле большинство, и многие из них по советам тех умников купили прошки и X-версии, чтобы поиграть в игры нового поколения. Ну а вообще, лучше всего, конечно же, всегда видеть своими глазами, слышать своими ушами и щупать своими руками. Поскольку восприятие всего показанного у всех может быть разное. Рассуждая о цене, и ежу понятно, что она будет не дешевой. Но можете заскринить, цена будет главным фактором в выборе двух консолей этого поколения. Поскольку майки, по слухам, готовы сделать консоль максимально доступной для пользователя. Что, в свою очередь, не обещала сделать Sony. Да, какие-то маймкины инсайдеры уже нашли, что PlayStation 5 будет стоить там в районе 600-700 баксов. Кто-то на стриме говорил, что она будет стоить 100к. Но по факту, официально, про это ничего не известно. Подводя какой-то итог, я хочу сказать, что от всего, что известно про PlayStation 5, по сути, я не прям в восторге. И у меня нет весомой причины навсегда распрощаться с консолью Xbox и перейти только на PlayStation 5, не покупая при этом Xbox Series X. Но повод взглянуть в сторону плойки у меня все-таки есть, поскольку Человек-паук сам себя не пройдет. И предварительно рассуждая на тему, какую консоль я возьму в качестве основной платформы, могу сказать так. По сути, основу я все еще планирую Xbox Series X. Но плойка мне нужна будет, скорее всего, походу только ради эксклюзивов. Почему я так планирую, расскажу в одном из следующих видео. На этом, в принципе, все. Такой вот видос, такое вот мнение. Если он вам понравился, то с вас лайк, подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте высказывать свое мнение и желательно аргументированное. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok